Всем привет дорогие друзья и подписчики, а также гости канала. В этом видео я хочу с вами поделиться рецептом приготовления творожно-кокосового печенья. Такое печенье готовится очень легко, получается мягким, ароматным и вкусным. Кого заинтересовало это видео, желаю вам приятного просмотра. Для приготовления мне понадобится 500 грамм 5-процентного творога. В этот творог я добавляю 2 куриных яйца и 2 чайные ложки сахара. Сахара добавляю мало, потому что я ем его в малых количествах, стараюсь вообще не употреблять. Но если вы сладкоежка, добавьте сахара побольше, по вкусу. Теперь эту творожную массу я перемешиваю руками. После того как перемешал творожную массу, добавляю сюда 100 грамм муки. Муку я просеиваю. Затем добавляю 60 грамм сливочного масла, уже размягченного, 80 грамм кокосовой стружки. Если у вас кокосовая стружка крупная, то измельчите ее в блендере. Следом добавляю чайную ложку разрыхлителя и все теперь это перемешиваем. После того как я перемешал тщательно всю массу для печенья, я подготавливаю противень. Противень застелил пергаментной бумагой и теперь мне нужно ее смазать. Если у вас качественная пергаментная бумага, которая уже заранее продается промасленная, значит промасливать не нужно. Для смазывания вы можете использовать как растительное, так и сливочное масло. И начинаю формировать печенье. Массу я буду брать приблизительно по 65-70 грамм. У меня есть весы, поэтому я буду вес брать точный. Если у вас нет весов, берите примерно одинаковые шарики. Беру массу в руки, скатываю в шарик, слегка придавливаю и выкладываю на противень. И так поступаю со всей творожной массой. Печенье я свои сформировал, как видите их получилось 13 штук. Теперь эти печенья я отправляю в заранее разогретую духовку до 150 градусов на 30 минут. Прошло 30 минут и я вытащил свои готовые печенья. Если использовать кукурузную муку, то печенья получатся золотистыми. Я определяю всего лишь по времени и золотистому дну. Это я говорю к тому, чтобы вы не подумали, что у меня печенья не готовые, потому что у них сверху бледный вид. 30 минут вполне достаточно, чтобы они приготовились. Если хотите можете подержать чуть подольше, но боюсь, что у вас дно печенья может почернить. На этом приготовление печенья окончено. Благодарю всех, кто посмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, если понравилось это видео. Если вы новенький на моем канале и вам нравится контент моего канала, то обязательно подпишитесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам доброго!